Рекомендую вам канал Соня Дэд. Она начинающая авоблогерша. Снимает очень хорошо. Ссылка в описании. Привет, с вами Ржан. Это видео по названию, что можно подарить на Новый год своим родным или же друзьям. Можно подарить это что-то своими руками. Например, вот такую розочку или какой-нибудь цветочек. Кстати, вместо палочки можно взять ручку или же карандаш. И в конце видео я вам покажу, как сделать вот такие вот цветочки. Дальше это самодельную открытку или же письмо. Если оно маленькое и очень красивое, миниатюрное и милое, а не просто белое письмо, обязательно надо украсить какими-нибудь елочками или же как я оленям. Сделать рожки, носики, глаза. Сделать вот такую вот мелочь и будет очень красиво. И внутри положить бумажку с пожеланиями. Человеку будет очень рад. Можно подарить это баночку с вкусняшками. Если человек очень любит покушать, вы можете сделать баночку, украсить ее и туда положить и подарить человеку. Это настольную игру или же рамочку. Или же копилку. И спросить у человека, какое любимое животное. И купить такую копилочку в виде этого животного. Например, подарить. Если у человека есть хобби, например, вести ЛД или же ежедневник. Ну, или же человек очень любит клести или же рисовать. Если человек очень любит клести, вы можете подарить какой-нибудь наборчик с резиночками. Можно подарить маленький или большой. Если человек очень творческий, любит что-то оформлять, вы можете украсить коробочку. Например, вот такую или же поменьше. Сюда положить ежедневники, декоративные скотчи, красивые ручки, фломастеры, карандаши. Ну, много-много всего. Если человек любит рисовать, подарить набор какой-нибудь, там выходит картина, кисточка и краски. Дальше человек может рисовать там. Если найду, я вам оставлю следующее. Если человек увлекается игрушками, монстер хай или же ЛПС. Например, монстер хай. Подарить какой-нибудь домик. На свете очень много игрушек. Я вам покажу, как сделать. Вот такую вот розочку. Вам понадобятся пикеры или же цветная бумага. Можно взять любой карандаш или же ручку или фломастер. И вам понадобится клей. И, к пожеланию, можно украсить карандаш с декоративным скотчем. Ну что ж, давайте я вам покажу, как сделать вот такую вот розочку. Итак, берем наш стикер и делаем типа розочку. До новых встреч! И, кстати, в этой розочке внизу должна быть такая типа дырочки. Дальше мы берем наш карандаш и приклеиваем. Смотрим, как выглядит. И теперь уже приклеиваем. Вот такая у нас розочка получилась. И, к пожеланию, мы можем приклеить декоративный скотч. И вот так у нас получилось. И можем мы писать и дарить. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии и комменты. Всем пока-пока.